Слава Господу! И у нас сегодня тема, кто если пишет, записывает себе тему, можете записать. Небесный человек и вечная жизнь называется тема. Небесный человек и вечная жизнь. Мы прочитаем с вами несколько текстов из Священного Писания. И первый текст это Евангелие от Иоанна, 1 глава 4 стих. Первая, просто Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава 4 стих. Кто-то прочитает, может быть? Давай. В нём была жизнь, и жизнь была свет человека. Смотрите внимательно на этот текст. В нём была жизнь, и жизнь была свет человека. Немножко фонит микрофон, девчата. Посмотрите там. Посмотрите. Здесь Бог говорит о вечной жизни. Он говорит, в нём была жизнь. То есть, в нём это о ком идет речь? О Иисусе Христе. То есть, в Иисусе Христе была жизнь. И дальше этот стих, он нам немножко поясняет, что значит эта жизнь. Что означает. И жизнь была свет человека. То есть, изначальный Божий план сотворения человека для того, чтобы человек являл свет, являл жизнь Христа. Видите, да? Этот стих, он как бы одно за одно цепляется. В нём была жизнь, и жизнь была свет человека. То есть, самое начальное сотворение, или Божий план, мы говорили в прошлый вторник, вечная жизнь. И вечная жизнь, она включала в себя явление Божьей славы, явление света, вот этого Божьего света. И помните, мы говорили на прошлом занятии, что Адам, он согрешил. И он не смог явить, да, вот это Божье предназначение. И на этом всё остановилось. Вот. И ещё давайте мы посмотрим один текст. То есть, в нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И ещё один текст. Иоанна 5 глава 26 стих. В нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. Это предназначение, это Божий план от самого начала. То есть, Бог хотел явить свет для отображения Божьей славы через человека на эту землю. Он хотел через людей наполнить Божьим светом. Он хотел наполнить Божьи заповеди, чтобы человек мог отображать Господа. Но Адам не смог это сделать. Он ушёл от Господа. Он согрешил. И он явил не свет, а он явил тьму. И вот зло, которое тьма, зло, которое мы видим, оно до сих пор это тянется. Вот. И что происходит? Уже Иоанна 5 глава 26 стих. Послушайте. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. То есть, посмотрите. Бог возвращает теперь, или желает возвратить человека к первоначальному плану. И Он посылает Христа. И здесь мы читаем с вами, Отец имеет жизнь. И через человеческую плоть во Христе Иисусе Он даёт эту жизнь Христу. То есть, Христос, придя на землю, имел в себе жизнь. Он имел в себе вот этот свет, находясь в теле. Понятно, да? Вот смысл вот этого. То есть, что произошло? Вот наше грехопадение отрезало доступ к вечности. Ну, попробую сейчас я нарисовать. Уже немножко рисовали. Вот давайте посмотрим. Вот это рай. Вот это вот наша земля. Все это было на земле, ведь рай был, да? Вы знаете. Значит, что произошло? Адам, он согрешает. Он нарушает Божию заповедь. И посмотрите, там, вы помните, мы говорили, было два дерева. Дерево познания добра и зла и дерево жизни. И что делает Адам? Он вкушает от дерева познания добра и зла. И он нарушает Божию заповедь. То есть, он согрешает. Он начинает являть уже не свет, не жизнь Божию, а он являет тьму. И что происходит? Бог выдворяет его из рая, место Божьего присутствия, то есть, место общения. И так как Адам не смог вкусить от дерева жизни, то он был и лишен вечной жизни. Посмотрите, вот, если мы откроем сейчас книгу «Деяние», ой, простите, книга «Бытие», 3 глава, 22 стихе, то здесь написано, как бы не простер он руки свои и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Что сделал Бог? Он поставил у входа Херувима с мечом. И что это значит? Это значит, что ни один человек, имеющий природу Адама, не может прикоснуться к вечной жизни. Вот этот меч, он преграждает людям, живущим на земле, иметь доступ к вечной жизни. Но вначале у Адама была такая возможность. Он мог прикоснуться и к этому дереву, и мог прикоснуться и к дереву вечной жизни. Но он почему-то к дереву вечной жизни не прикоснулся, а прикоснулся к добру и нарушил. То есть, он прикоснулся к тому, что Бог запретил. А вы заметите, что нигде в Библии не сказано, что Бог запретил Адаму прикасаться к дереву жизни. Но Адам почему-то не прикасался. Но нет запрета? Или вы находите? Нет. Он не прикоснулся. Но так как он нарушил Божью заповедь, и тогда Бог понял, что он может прикоснуться к дереву жизни и так вечно жить, он говорит, нет. В таком положении человек не может вечно жить в Божьем присутствии, не может иметь общение с Богом, он не может наследовать, потому что это уже другое существо. Адам до грехопадения один человек, Адам после грехопадения – это другой человек. Это два разных существа. Он нарушил Божью заповедь, пересек черту, был выдворен из райского сада, и этот меч означает, что ни один человек, имеющий в себе жизнь Адама, не может иметь жизнью вечную. Понятно, да? А теперь мы читали, мы прочитали с вами, что Отец имеет в себе жизнь, и Он дал жизнь Своему Сыну Иисусу Христу. То есть у Иисуса Христа есть эта жизнь, есть этот свет. И теперь что происходит? Почему? Потому что Иисус не согрешил, Он не имеет вот этого состояния греха, как мы с вами. И спасение теперь, оно имеет возможность быть для нашей жизни, или искупление. То есть мы можем вернуться в это положение, только если мы из адамовского существа станем, из земного существа мы станем Божьим существом, или небесным существом. Когда мы примем в себе Христа, здесь прочитали, в Нем была жизнь, когда мы примем Христа, то мы принимаем и Его жизнь. Вот в этом есть смысл искупления. Понятно, да? И именно через Христа мы имеем доступ к Божьему присутствию. Понятно, да? То есть, еще раз, адамовское существо, то есть земное существо, природа Адама не может войти в Божье присутствие, стоит меч. Но во Христе Иисусе мы имеем эту возможность. Благослови нас Господь. И вечная жизнь, она была в первоначальном замысле Бога. Она предназначалась для определенного типа людей. Для тех людей, которые будут являть светом, которые несут в себе Божью жизнь. которые будут являть свет. Вот для этого Бог сотворил землю. Для этого был его план. Но из-за грехопадения, еще раз я повторяюсь, адам перестал быть человеком, в котором могла пребывать жизнь вечная. Поэтому пришла смерть. И она вселилась во всех нас. И мы умираем. И духовно, как духовно, так и физически. Понятно, да? Значит, еще одна очень интересная вещь. Христос, теперь, что происходит? Вот это дерево жизни. Да, я вот так, наверное, нарисую. Этим деревом жизни сегодня для нас является Иисус Христос. Вкушая вот этого дерева, принимая это дерево, мы тем самым напитываемся его плодами. Вы чувствуете разницу добра и зла? Добро и зло. Чувствуете? Когда вы питаетесь от дерева познания добра и зла, что происходит? Что происходит с нами? Когда мы грешим, что с нами происходит? Мы лишаемся и благодати, мы лишаемся мира, мы лишаемся радости. В нашу жизнь приходит стыд. Проблемы приходят, тернии произрастет тебе. Земля, муки приходят. То есть, есть последствия. И больше всего нет хода в Божьем присутствии. Нет вечной жизни. Но Божий план еще был таким, что Он послал Иисуса Христа в нашу жизнь. Он послал на землю Христа. И Христос умер за нас. Умер за наши грехи. И Он сегодня является деревом жизни. То есть, тем деревом, от которого Адам так и не вкусил, так и не воспользовался. И поэтому, приходя ко Христу, а что происходит во время того, когда мы приходим ко Христу, мы благодаря Ему получаем не просто прощение, искупление. Что такое искупление? Ну, нет, прощение как бы... Искупление – это когда от слова купить. То есть, Он нас выкупил. Он заплатил за нас цену. Помните, эта история известная, когда один человек нашел на поле сокровище? И он утаил, никому не сказал про это сокровище. Пошел, с радостью продал то, что у него было, вернулся и купил это поле. Помните, да, эту историю? Вот о чем идет речь? Поле – это есть этот мир. Вот. На этом, в этом мире вот есть сокровище. Это ты, не имеющая жизни вечной, вкусившая, вкушавшая все это время от дерева добра и зла. И что происходит? Иисус Христос приходит, и Он на этом поле вдруг смотрит и видит тебя. И Он потихоньку никому не говорит, идет, совершает искупление на кресте, приносит себя в жертву и тем самым выкупает тебя искуплением. Он выкупает вот это поле, то есть всякий человек теперь находящийся на земле в глазах Господа является сокровищем и имеет возможность, придя ко Христу, вкушать от дерева жизни, вечной жизни. понятно? это важно знать, это важно знать. Понятно, да. Что для нас сегодня является деревом жизни? Иисус Христос, Он для нас дерево жизни. Слава Господу! То есть, как водами все умирают, во Христе все оживут. Водами все умирают, во Христе все оживут. Еще давайте мы посмотрим 2 Коринфянам 5 глава 7 стих. 2 Коринфянам 5 глава простите 17 стих 17 стих посмотрите что там написано кто во Христе тот кто во Христе тот новое творение то есть смотрите что происходит вот здесь мы живем в адамовском существе старое творение адамовское то творение которое которому нельзя пойти в Божье присутствие нельзя иметь жизнь вечную но дальше мы читаем кто во Христе тот новое творение то есть принимая Христа и находясь во Христе мы становимся уже другими существами понятно существами которые которым существом которым был адам до своего грехопадения до того как он вкусил добро и зло ясно да то есть человек идет сюда ко Христу и он становится новым творением уже во Христе новое творение он имеет жизнь вечную он получает прощение он получает искупление из-за крови и вкушая от дерева жизни которым является Христос он является новым творением то есть новым существом которое имеет в себе жизнь и это жизнь которая во Христе в нем была жизнь и жизнь была свет человеком эта жизнь поселяется теперь в нас внутри и она должна отображать Божий свет и вот теперь посмотрите я даже больше пишу вот здесь не ты даже а церковь 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 попадет в небо церковь имеет жизнь вечную и мы с вами церковь быть вне церкви это значит быть не во Христе мы должны это понять с вами мы церковь и все ради церкви и Божий план то есть церковь это организм который являет Божий свет и мы с вами принадлежим к этому ясно да ясно и именно церковь Бог заберет то есть заберет те части тела Христова то есть тех членов церкви тела Христова которые имеют в себе жизнь которые имеют в себе свет Христов которые пребывают во Христе помните мы с вами говорили что значит пребывать во Христе Христос в нас как это Христос в нас мы его приняли при покаянии Христос вселяется в нас да а что значит мы во Христе мы мы поступаем так как поступает Христос И тогда Бог наполняет нас, да, и это есть единство вместе с Богом, во Христе единство с Богом. Вот именно это было в раю до грехопадения. И Христос, Божий план, Божье предназначение для церкви, вернуть нас вот в это место, не оставить нас на погибели, да, не вечно, чтобы этот меч был, но чтобы мы находились в Божьем присутствии. И поэтому Христос вот это сделал. Никто не мог дать нам такого доступа, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. Нужна была такая личность, которая не лишена славы Божьей и которая не согрешила. И этой личностью был Сын Божий. Бог посылает своего Сына, облекает его в тело. Тот живет 33 года в теле, ни разу не согрешает, проходит весь земной путь, проходит через все искушения, ни разу не согрешает, берет на себя добровольно грех. Мира умирает, забирает у дьявола ключи от смерти и тем самым дает возможность людям через него вкусить дерево жизни, да, иметь жизнь вечную. Понятно? Ясно, да? Вот еще хочу показать вам кое-что. Матфея 3,17. Крещение Иисуса Христа и Бог с неба глаголит во всеуслышание. «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». То есть Божье благоволение находится в Иисусе, в Нем благоволение. И если мы хотим иметь благоволение Отца, мы должны находиться во Христе. Не просто, что Христос в нас получили прощение, но находиться во Христе, потому что благоволение Отца только во Христе. В Нем благоволение. Еще один текст, давайте посмотрим. 1 Иоанна 5,12, тоже очень важно. Например, как узнать, имеет ли человек Христа или пребывает ли он во Христе? Посмотрите. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Без Библии. Библию открою. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Двоякое. Первое. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную и одновременно жизнь Христову. Как посмотреть? Имеет человек Христа. Поступает, как Христос, значит имеет Христа. И у нас так в жизни бывает. Мы можем сейчас иметь Христа, а через полчаса уже Христа. Мы теряем благоволение. Мы поддаемся найти искушение. Мы опять переступаем эту черту, бьемся лоб об этот меч. Бежим потом в таком состоянии, в Божье присутствие, да? И на что натыкаемся? Напарываемся на меч, который стоит и держит архангел там. Не пускает нас в Божье присутствие. И мы снова бежим куда? Возвращаемся. Бежим. Господи, прости. Опять у нас одно и то же. Раз вкушаем от дерева жизни, да? Вы понимаете, да? Вот нам нужно научиться. Вот школа Христа. Мы должны научиться быть во Христе. Не терять этого. Во Христе благоволение. Имеем жизнь. И тогда мы жизнь вечную не потеряем. Имея Христа, мы имеем Его жизнь. И жизнь Его – это свет человеков. То есть, являя Божью жизнь через нашу жизнь. Аминь. Аминь. К этому мы должны стремиться. Есть еще, что я хочу показать. Псалом 2. Восьмой стих. Послушайте. Пророчество, которое Бог говорит по отношению к Иисусу Христу. Это тоже важно. Есть одна истина. Итак, Бог говорит. Проси у Меня и дам народы в наследие Тебе. И пределы земли во владение Тебе. Смотрите. Не просто так Бог, Отец, сказал сыну. Знаешь, давай, иди, я тебе приказываю и соверши это. Так не было. Что произошло? Бог, Отец, увидел, что Христос, глядя на то, что происходит на земле, его это беспокоит. И Он говорит, тебя это беспокоит, что творится на земле? Да, беспокоит. Тебе не все равно жизнь этих людей? Да, мне не все равно. Ты плачешь о них? Да, плачу. Тогда проси у Меня. И я дам тебе. А что это означало? Нет. Что это означало для Христа? Пойти и взять и все? А, просить у Отца. Это означало для Христа пойти и умереть. Представляете, чего попросить у Отца? Ты хочешь? Тебе не все равно? Нет. Тогда проси, я дам тебе народы. И будешь над всей землей. И я дам тебе спасение этих народов. Проси у Меня. И для Христа вот это проси означало пойти и умереть. И Он заплатил цену. А нам всего лишь нужно. Вот Он заплатился, а нам всего лишь нужно. Он пришел и умер. А нам всего лишь нужно теперь, чтобы эти люди обратились к Нему. Нам нужно проповедовать, искать те люди, которые погибшие, и направлять их к Нему. Еще одна вещь. Мы очень часто просим что-то у Бога. Да? Бог говорит, проси, дам тебе народы. Для Христа это означало платить цену смерти. Мы очень часто тоже просим. Господь, благослови Меня. И так бывает, что нам, то, что мы просим, нужно платить цену. Знаете, да? Просишь себе жену, ты думаешь, ты не будешь цену платить? Еще какую? Просишь себе мужа, что ты думаешь, там не надо платить цену? Господи, пошли Меня миссионеркой куда-нибудь просишь. Боже, пожалуйста. Ты думаешь, там цену не надо платить? Иногда даже и смерть, иногда и даже и жизнь. Потому что есть миссионеры, которые жизнь отдают свою. Это еще одна такая истина. И мы, глядя на Христа, совершаем свой путь. И вот для Христа проси, это не так. Господи, дай мне народы, и Бог дал. Господи, дай мне народы. Это означало, что если Он просит об этом, давай, я даю тебе, иди. А для этого нужно было совершить труд, жизнь, скорбь пройти, и отдать себя, пройти через все искушения, оказаться верным и умереть. А нам необходимо, вот мы уже это увидели, нам нужно взять свой крест, нести его, и если мы спасены, имеем внутри себя Христа, то нам нужно обратить, сделать так, чтобы люди погибающие обратили внимание на Христа. Как это сделать? Слово нести? Нет. Быть свидетелями. Это значит, люди, сталкиваясь с нами, они должны видеть свет. Свет человеков. В нем была жизнь, и жизнь была свет человек. Слова это только вдовес. Потому что мы очень часто видим такое, что мы говорим, а людям по барабану. Почему? Потому что они видят нашу жизнь. И наша жизнь, когда расходится с нашими словами, они не хотят. Свет. Когда они видят в нас Христа, тогда они будут переживать Христа. Мы с вами говорили на занятиях, что если мы пребываем во Христе, то тогда и Божья река будет через нас течь, и сила Духа Святого будет через нас течь. Ясно, да? Для него это была цена. Нам всего лишь нужно являть жизнь Христова. В этом есть смысл, в этом есть и его план. И последнее, наверное, что мне хочется сказать сегодня. Христос есть наше освящение. Мы должны это понимать. И Он есть наша жизнь. И чем чаще мы пребываем во Христе, то есть это практика, тем мы становимся все святее и святее. мы освящаемся. То есть понимаете, да? Чем больше мы находимся под лампой, то нам видно, как вы? Чистая кофта нам нет. Как там на задних рядах? Беленькая, да? Это грязненькая. Грязненькая. Как нету пятен? Есть пятна. Тут есть пятно, которое не выводится ни при какой стирке. Откуда я это знаю? Свет. Я вижу. А вы не видите. У вас другой ракурс света. А встанете вы под лампу, как я, и вы увидите сразу, скажете, ой, напялил грязную эту толстовку. Вот точно так же, как только мы входим во Христа, мы входим в Его свет, наполняемся Его жизнью, мы начинаем освящаться. То есть, если мы живем во тьме, то нашего духовного процесса и никакого и не будет. Знаете, понятно, да? Когда мы говорим, ой, я не могу жить, как Христос. Это все мы грешники, я тоже, это моя участь. Господи, прости. Там вот так вот. То наша жизнь, она не сдвинется с местного. Ни жизни Христа не будет. Ни света. Но когда мы входим во Христа, поняли, да? Когда мы при всяких поступках, действиях, разговорах начинаем жить, как Христос, то это процесс освящения. Освящение является, Христос является нашим освящением. То мы становимся святее, святее, святее. И это входит в нашу норму, привычку жизни. Павел писал, жизнь и Христос для меня, смерть приобретение. Поэтому нам надо очень часто, почаще вкушать от Христа. Вкусить, как благ Господь. Вот нам нужно в этом пребывать. Хорошо. Ну и еще. Как бы еще к этому, наверное, что вот есть твердая пища для человека, и твердая пища, она свойственна людям совершенным. Согласны? Младенцы твердую пищу, они не могут есть. Но чтобы нам духовно возрастать, расти духовно, нужно кушать духовную пищу. Вот духовная пища или твердая пища, она свойственна совершенным людям. То есть, которые духовно, ну как, уже возросли, и у них чувства, как написано, навыком приучены к развлечению. То есть, они могут различить мясо, кости, да, там, такое. Чувства навыком приучены. И вот здесь тоже нужно такой навык. Мы должны, вот, например, не надо же особого знания, что, знать нам, что прелюбодеяние – это грех. Дар какой-то нужно, чтобы узнать. Дар Святого Духа, например. Различать добро и зло. Прелюбодеяние, если грех. Нам нужно какое-то добро, знать, иметь развлечение, иметь дар развлечения духов. Надо? Нет. А пьянство, например, нам надо какой-то особый дар, развлечение добра и зла? Ссоры, раздражение там. Это же не надо, правда? Это все... А вот поступить. Поступить, как Христос бы поступил. Сделать, как Христос сделал. Пойти или не пойти в то или иное место. Вот здесь уже, да? Здесь уже нам, ну, узнать, что от Бога, а что не от Бога. Вот на грехи у нас мы ясно понимаем, это грех. А вот что от Бога, и что не от Бога. Предлагает нам что-нибудь. От Бога это или не от Бога? Вот здесь нам нужно иметь, да? И вы сможете это узнать только когда вы во Христе. Только тогда, когда вы входите, вот, вкушаете от Его. Тогда вы сможете это узнать. Ну и уж теперь совсем последнее. Писание говорит нам о том, что никто не может прийти к Богу, если Бог не привлечет его. Сам по себе человек прийти к Богу не может. И Бог, прежде чем привести к себе человека, Он его привлекает. То есть привлекает. как? О, приходи, у нас так классно, у нас там молодежка, там жух-жух, у нас музон там. Или у нас, ты знаешь, там столько есть красивых девушек и парней. Выходи замуж, женишься, там все так, там такая атмосфера, братья, сестры, там любовь, взаимопонимание. Че, правда что ли? Да, давай, приди к Богу, все изменится. Да ты что! Так Бог привлекает. Что значит, Бог привлекает? Как Бог привлекает? Если кого Бог не привлечет, тот не сможет к нему прийти. А я вам скажу, Бог привлекает человека через обличение. Первое, с чем сталкивается человек, когда он встречается со Христом, обличение. Адам, Ева, где вы? Нам стыдно. Он же привлекал. Он привлекал их. Где это? Что, Адам и Ева не знал? Бог не знал, где Адам и Ева прячутся? Он знал. Почему он кричит ищет? Где это Адам? Он их привлекал. А им было стыдно. А он им показывал. Беседа, вот обличение, это не что иное, когда Бог привлекает человека к себе. И мы с вами так именно и пришли. Мы поняли. По-настоящему родились свыше. Не посетили какой-то церковный концепт, но рождение свыше или познание о Христе начинается с обличения. Даже сейчас, когда мы теряем связь с Богом, с чего Бог начинает? Он нас обличает. Он говорит нам, что мы делаем что-то неправильно. Чтобы мы изменили, чтобы мы, ну, как, вышли из наших кустов, покаялись, примирились с Ним, приняли Его искупительную жертву. Вот именно так Бог привлекает человека и нас с вами. Мы должны это помнить. Поэтому наша жизнь, по сути, она уже является обличением. Написано, потому они и девятся, что вы не участвуете с ними в их делах. Они говорят, почему ты это больше не делаешь? Почему ты другой? И наша жизнь во Христе уже сама по себе, она освещает тьму и она обличает тьму. И именно так люди, глядя на нас, они привлекаются Богом в лоно церкви. Наша жизнь. Поэтому, друзья, давайте мы во Христе, мы будем пребывать во Христе и помнить, что мы уже не земные люди. Мы какие? Мы небесные человечки. Мы уже граждане неба. Мы небесные люди. И что? Бог уже дал нам вечную жизнь. Вечная жизнь во Христе Иисусе. Он есть наше дерево жизни. Аминь. Аминь. Хорошо. Есть, может быть, вопросы? Ну, не стесняйтесь. Сергея Гришина нет сейчас бы он. Вопрос бы. Вот когда рядом, болтает и болтает, да? И уже, ну, когда же ты замолчишь-то? А как вот не стало, как будто чего-то и не хватает. Да, сейчас бы вот Сергей был бы, что-нибудь бы рассказал бы нам. Хорошо. Есть, может быть, вопросы? Давайте, не стесняйтесь. Что-то понятно? Вот с этим понятно все, да? Хорошо. Благослови вас Господь. Следующий вторник у нас с вами Сейчас скажу. Небесный человек и Слово Божье будет тема. Благословение. Слово Божье Благословение Продолжение следует...